Девушки отдыхают Я вижу, вы хорошо меня запомнили О да, очень хорошо Вы же прохвост Демагог и манипулятор И вам бы не составило никакого труда Вступить в сговор с Багровым Который организовал побег И личную свиту из уголовников Благодарю за такую высокую оценку Но боюсь, вы переоцениваете мои возможности Не в моей силы было устроить так Чтобы в СИЗО появились новые арестованные И мой переезд в колонию строгого режима Вам нет Вот Багрову вполне в силах Показательные побоищи в центре города 30 человек арестовали В СИЗО мест нет А что такого вы ему Понаобещали Вы очень хороший следователь Илья Борисович Мыслите нестандартно Только вот в вашей версии есть небольшая нестыковочка Зачем мне городить Весь этот фееричный сценарий Если мой адвокат подал на апелляцию И у меня были все шансы, что меня выпустят Так в том-то и дело Что шансов у вас никаких, Игнатов И вы об этом прекрасно знаете Из автозака Бежать гораздо легче, чем из колонии Куда бы вас в скором времени определили Ну как? Все еще нравится нестандартный ход моих мыслей? А почему вы это так тихо говорите? Боитесь, что кто-то услышит Кто до сих пор интересуетесь моим делом Которое так удачно состряпали Успокойтесь, товарищ майор Ну никуда он не денется Время уходит, понимаешь? Он видел Сазонова, он видел маньяка На вашем месте я вообще не доверял его версии Мало ли, что он там мог придумать Дом он, конечно же, спалил силой мысли, да? Принимайте Только учти, товарищ майор Все, что он скажет, дели сразу на тре Проходили уже Разберусь Спасибо Пожалуйста Удачи Ну что, по кофейку? С удовольствием Что же вы, Дарья Валерьевна, матерый следователь, А прибегаете к таким архаичным методам? Я бы не без лоукопа вам все рассказал Вижу, вы меня узнали, Андрей Иванович Ну, как не узнать? Все тут же стальной стержень В бархатных нужных Одиночка на мозге костей, которую не любит, когда ковыряются у нее в мозгах Гражданин Игнатов, давайте расставим все точки над И Больше не ваша пациентка Я следователь Веду дело о серийном маньяке, а вы свидетель по этому делу Да не переживайте, вы так далее, Валерьевна Я не собирался сокращать между нами дистанцию Я вас очень уважаю, чтобы опускаться до таких примитивных манипуляций Что бы обо мне не говорил следователь Макаров Ну, если вы помните, меня мало интересует стороннее мнение Хорошо Давайте перейдем к делу Что с девушкой? Вы ее не нашли? Увы Весь оперативный состав поднят под тревоги Они прочесывают периметр вокруг поселка Боюсь, что вы опоздали Он нашел ее первым И наверняка уже убил С чего такие выводы? Она была очень слабая, напугана А он был очень взбешен тем, что кто-то вторгся в его сценарь Он зачеркнет ее, как помарку Как плохой эскиз Мне очень жаль Да врет, конечно, что ему еще остается Ему сейчас пятеру сверху впаяют за побег Вот он на себя овцу и корчит Я ничего не знаю, меня заставили Ну да, наверное Ты слушай, только не говори мне, что ты сейчас повелся на эту рту Да нет, конечно Просто странно Нападавшая и сбежавшая из банды Багрова Ну, а этот-то что? Обычный рядовой мозгоправ Который квырнул человека ножом И заметь, девять раз Что, думаешь, про девушку тоже врет? Я не знаю В любом случае для него это козырь Ну и повод здесь остаться подольше Сейчас начнет разводить это словоблудие Опять по капле вот эту инфу выдавать Хотя ему у вас тут сидеть-то в изоляторе гораздо лучше Чем в какой-нибудь колонии номер два В Калужской области Да А ты не переживай Логиновой просто так на уши не присядешь Она сама кого хочешь Послушай Вот этот тип Он реальный подонок Который залезет тебе в мозги И будет там копаться, как у себя дома Понимаешь? А Логинова твоя обычная баба Какую бы рысь она из себя не корчила Извини, конечно Опишите его Мужчина среднего роста Спортивного телосложения Физически очень развит Наверняка была специальная подготовка И еще он был в маске Клоуна? Нет Орликин Вы уверены? Да Кличатая треуголка и черная полумаска Ну и как думаете Это продуманный образ или Так Страшилка? Я думаю, что Ни то и ни другое Орликин Это глупо Найда слуга Если бы убийца Разбирался В символике Дель Арте Он бы выбрал Пригилу Хитрого Изворотливого Злодея Ну а для устрашения Он нарядился бы просто клоуном Самый расхожий Пугающий архетип Ну тогда зачем ему маска? Маска Это способ скрыться И прежде всего от самого себя Убийца более вызовим, чем вам кажется И прежде всего для своих жертв Ну, перед которыми он разыгрывает весь этот предсмертный спектакль Хотите сказать, он боится женщин? Уверен А еще наш диалог незаметно перешел в режим консультации Если вам нужно мнение специалиста, то давайте просто переформатируем наш диалог Вы правы, я повела себя непрофессионально, но в любом случае спасибо вам огромное Вы очень помогли Следствие Дарья Валерьевна, вы когда найдете девушку, сообщите мне об этом? Ну, если, конечно, вам не сложно Хорошо Мы закончили Ну что, картина прояснилась? Так, в общих чертах Среднего роста, крепкого телосложения, конфеты эти Больше ничего не разглядел Самое ужасное Игнатов считает, что Сазонова уже мертва Понятно Решил сыграть лунного предсказателя Ты как, домой? Угу Тебя подвезти? Ничего личного Просто акт элементарной вежливости Хорошо, спасибо И по-моему, товарищ майор, вы от меня что-то скрываете В смысле? Ну, вы же знакомы с Игнатовым К чему эти тайны? Это не имеет отношения к делу Ничего себе Это единственный человек, который видел маньяка И он оказался твой старый знакомый Вам не кажется, что это немного некорректно? Скрывай сей факт от своего коллеги Окей, коллега Три года назад моего друга убили на задержании А я ничего не смогла сделать Игнатов мне очень помог Извини, я не знал Ну, короче говоря, мне поставили условия Либо я прохожу курс у психотерапевта Либо до свидания в бессрочный отпуск И этим многоправым оказался Игнатов Да, очень хорошим Он нанес всю эту чушь про принятие и прощение себя Просто дал мне проораться И все время был рядом, когда особенно хотелось повеситься Через несколько лет он нанес девять на живых известных бизнесменов Потрясающе, поздравляю, у тебя отличный психотерапевт В голове не укладывается У него был мотив? Да За год до этого его жена погибла в ДТП Автомобиль, который ее сбил Принадлежал этому самому бизнесмену Ивану Пышненко Но тому удалось отмазаться Он составил документы за одним часом об угоне автомобиля И все То есть Игнатов решил отомстить спустя год? Тебе не кажется это странным? Нет Девять ножевых ранений, Игорь Это возможно только в состоянии аффекта И тем не менее, вина Игнатова полностью доказана Свидетели видели его в ночь убийства перед домом Пышненко А также при обыске у него был найден нож со следами крови А дело вел, разумеется, Макаров Да И ты зря иронизируешь Макаров отличный следак Честный и добросовестный Да правда? Да Только он обвинил ни в чем не повинного человека В первых двух убийствах Этот бедолага через неделю после суда в камере повесился Этот бедолага был связан с обеими жертвами Да он признался в конце концов, Даша Только потом через месяц Прямо напротив нашего отделения Нашли тело обнаженной Катей Говаровой Ты не допускаешь, что твой любимый Макаров И в деле с Игнатовым мог что-то упустить? Допускаю И сейчас не хочу с тобой ссориться по этому поводу Я тоже ссориться не хочу, поэтому, пожалуй, прогуляюсь пешком Извини Даша Ваши кексы А слойки с сыром что, разонравились? Нет, слойки очень вкусные Просто Ну, только возьмите, чего стесняться-то? Думаете, стесняться не стоит? Думаю, не стоит Вы работаете в полиции, вам нужно питаться как следует Может, мы тогда О! Новенькие следственные группы Ну что, поймали своего преступника? Так точно И сразу же прибыл в ваше личное распоряжение Ну, молодец Вы заслужили кекс, возьмите Семен, а сдача! Семен! Компьютерщики Они у нас больше всех зарабатывают Не с тем опером я согласилась на свидание пойти, да? А я думал, сразил тебя вчера своим обаянием Сразил, сразил Мне всю ночь снилось, как я мажу мимо мишени Тогда предлагаю перейти к практике Я уверен, что наяву у тебя получится намного лучше Ты сегодня до семи? Да, только я согласилась с мамой пойти на день рождения к тете, извини Не вопрос Можем ограничиться совместной прогулкой до твоего дома Какой сервис? Привыкай Я же обещал обеспечивать твою личную безопасность Илья Борисович О, Дарья Валерьевна, чем обязан? Хочу попросить у тебя копию материалов по делу Игнатова А на каком основании, позвольте поинтересоваться? Он ключевой свидетель по моему делу, а у меня возникли сомнения по поводу правомерности вынесенного ему приговора А ты профессии-то не ошиблась, товарищ майор? Тебе преступника надо ловить, а не подрабатывать адвокатом у какого-то психа Игнатов не псих, а психотерапевт Игнатов убийца, и это доказано Ладно, попрошу материалы дела в судебном архиве А хочешь бесплатный совет? Слушай, ну не тратила бы ты свое время драгоценное понапрасну Его апелляция на рассмотрение, но поверь мне, там улики Короче, без зацепок и вариантов Не сомневаюсь А я все-таки попробую Ну-ну ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! Здрасте! Она? Да, Марина Сазонова Удар по голове, потом удушение Ну, точнее могу сказать только после вскрытия Но на этот раз тело не было обнажено, ритуал был нарушен Поэтому оно не выставлено на показ Время смерти? Примерно между тремя, четырьмя часами То есть с момента, как сбежала Сазонова, прошло минимум пять часов Как она вообще оказалась в десяти километрах от поселка? Там на тропинке есть следы босых женских ног, а рядом следы мужских ботинок Они вели от трассы То есть Сазоновой удалось выбраться, она убежала в лес Он ее догнал, задушил, тело оттащил подальше, а сам вернулся в машину Теперь у нас есть его след, это что-то Подошва стандартная, где-то сорок третий размер У половины мужчины андайска такой размер Игорь, у тебя сорок третий? Так, значит, сорок четвертый Прошу вычеркнуть меня из списка подозреваемых Я не понимаю, поселок был оцеплен по всему периметру Как тогда маньяк мог перевести тело на другой конец города? Все машины, выезжающие с территории, тщательно досматривались Тогда как он прорвался? По воздуху, что ли? Ну, я не знаю, я распорядилась опросить еще раз водителей, но... Вот именно что но! Даш, по-моему, ты сама не веришь в эффективность этих мероприятий Ладно, говори, зачем пришла Не для того ведь, чтобы я на тебя наорал? Сбежавший заключенный Игнатов, который обнаружил связанную с Азонову Утверждает, что на маньяке была маска Арлекина Даша, ну ты же понимаешь, мы с тобой оба понимаем, что ты становишься заинтересованным лицом Я должен тебя отстранить от этого дела А у нас недостаточно доказательств, чтобы объединять то дело с нашим То есть ты считаешь, что наш маньяк, это не тот же ублюдок, который схватил и удерживал твою сестру? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где ее нашли? Вон в том ангаре Пацаны какие-то случайно залезли Говорит, была связана, но в сознании ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотри на меня, Заяц Ты меня слышишь? А, Ань? Кто это был? Кто это был? Ты запомнила? Кто это сделал? Это был клоун даже Клоун, Арлекин, какая разница? Она была в шоке, могла не так сформулировать Дело не в этом, дело в этой маске Этот фетиш этого маньяка, которая была замечена и в том и в другом случае И мы не можем это игнорировать А вдруг это совершенно другой человек? Какой-то подражатель, помните, в СМИ тогда просочилась информация об этой чертовой маске? Я не буду нарушать процедуру следствия на основании твоих и вдруг Ну менять следователя на этом этапе тоже неправильно Да я понимаю, мы и так потеряли кучу времени Еще начнутся эти проволочки с передачей дел Но… Ну… Будем считать, что оснований для объединения этих дел пока нет Ну, ты знаешь, чем я рискую. Если об этом узнает горбатка, плохо будет всем. Я обещаю, информация о маске не выйдет за пределы следственной группы. Просто поймай Вологинова. Поймай и забудем об этом. Не прекрати кривляться. Все, свободно. Добрый день, Дарья Валерьевна. Есть новости о Сазоновой. Да, вы просили сообщить. Она мертва. Вы были правы. Он догнал ее, ударил по голове и потом задушил. Скоро появится новая жертва. С Сазоновой все пошло не так, как он запланировал. И Арликин постарается скомпенсировать свой провал. Мы это учтем. Спасибо вам за содействие. Дарья Валерьевна, вы же прямой человек. Почему бы вам не признаться, что вы нуждаетесь в помощи? Потому что в любом другом месте и в любое другое время вы были бы первой, к кому я обратилась за консультацией. Анна, я не осужденный. Пока нет решения апелляционного суда и приговор не вступает в силу. Формально я все еще обвиняемый. В любом случае, я единственный профайлер Ван Дайски, кто сейчас доступен. Не так ли, товарищ майор? Зачем вам это? Ну, это отличный способ остаться в СИЗО. А не переезжать в коммунии строго в режим. С отвратительными сервисами, назойливыми соседями. По камере. Ну, почему бы вам просто не сказать правду? Вы чувствуете себя виноватым. Вы спровоцировали Орликина, и он убил девушку гораздо раньше, чем запланировал. И теперь вам нужно как-то реабилитироваться перед самим собой, так? А вы были бы неплохим психологом. Просто во время следствия я привык, что не очень-то доверяют моим словам. Ну, это же очевидно. Вы только прикидываетесь циником, чтобы перестать уже остро реагировать на чужую боль, с которой сталкиваетесь каждый день. А вот в этом мы с вами похожи. Я просто обещал Марине, что с ней ничего не случится. Я не сдержался в выпуске. Это единственная причина. В целом я предлагаю свою помощь. Логинова? Да? Ты серьезно? Реально считаешь, что привлекать к расследованию убийцу – это в порядке вещей? Обвиняемого. До решения апелляционного суда мы не имеем права называть его убийцей. А я смотрю, ты его в глубине души уже реабилитировала, да? Слушай, я изучила материалы дела, и хочу сказать, что следствие вообще не заморачивалось на тему проверки улик. Вот! Вот зачем ты в это дело лезешь вообще? Тебе что, заняться нечем? Может, у тебя личные мотивы какие-то появились, а? Извините, что прерываю, но мне удалось выяснить, кому принадлежал тот сгоревший дом. Игорь и Валентина Бойко. Оба уже мертвы, больше 10 лет. У них есть сын Олег Бойко. Это который организовал сеть борделей и сейчас отбывает срок по 241 статье? Именно он. И что самое интересное, убийства начались через месяц после его ареста. Так. Получается, маньяк знал, что у осужденного есть дом в заброшенном поселке. А где счастлив Бойко? Исправительная колония номер 4, Торжок. Он ведь по полной получил. Ему еще года три сидеть. Игорь, тебе придется съездить в Торжок и допросить Бойко. Еремя, отработай все его окружение. Друзей, любовниц, работников борделей. Наверняка кто-то из них знал нашего маньяка. Денис Петрович, это просто зацепка. Предстоит опросить огромное количество людей. Фактически искать иголку в стоге сена. Нам очень нужен психологический портрет маньяка. Даша, мы уже говорили с тобой об этом. Ну где я тебе в Андайске профайлера найду? Элементарно. В камере следственного отдела. Не понял. Ты об Игнатове, что ли? Он психоаналитик. Специалист по поведенческому анализу. Он выступал на международных конференциях по теме профайлинга. Логинова, ты в своем уме? Вот сколько еще процессуальных норм я должен нарушить по твоей милости? Вы ничем не рискуете. Все, что нужно, это получить разрешение, чтобы до суда Игнатов продолжал оставаться в камере следственного отдела. Все. Ну и что он хочет? В обмен на свою помощь? Ничего. Для него это вопрос принципа. Ну вот, мы и пришли. Дай-ка угадаю. Пятый этаж, второе окно от подъезда. А не совсем. Третий этаж, голубые шторы. А зачем тебе? Ну, должен же я знать, под каким окном писать романтичные надписи. Не вздумай. То есть, песни под гитарой ты тоже не одобряешь. Ну, вообще, я должен знать твой точный адрес на случай, если ты уволишься из буфета, перестанешь отвечать на звонки. Не знал, что ты настолько любишь сладкое. Ну да. Дело именно в нем. До свидания. Пока. Профайлер, значит, да? К вашим услугам. Надеюсь, моей компетенции хватит, чтобы составить психологический портрет убийцы. Ну, для начала составьте мой. Ну, боюсь, у меня недостаточно фактов, чтобы так вот сходу произвести на вас впечатление. Ну, а одно только то, что вы пошли на нарушение протокола, говорит, что вы не привыкли выслуживаться перед начальством. Пришли сюда сами. Значит, либо вы не сторонник жесткой субординации, либо недавно получили повышение и еще не избавились от привычки лично все контролировать. Скорее всего, второе. У вас цепкий взгляд, присущий рядовому следователю. Не очень-то доверяйте женщинам, иначе бы здесь оказался парафайлер из Москвы. Наверняка, товарищ майор вам прожужжало все уши про него. Живете, скорее всего, один. Жена полковника не отпустила бы мужа на работу с плохо проглаженными воротничками. Достаточно. Уведите! Пусть присоединяется к группе. Я получу все необходимые разрешения, но только под твою личную ответственность. Поняла? Прекрати поясничать. Чего у тебя дверка-то? У тебя скучаться не учили? Ого, да ты еще и художник. Ну, куда посмотришь? Обойдешься! Что тебе нужно, Юрий? Можешь пробить мне по номеру телефона адрес некой Елизаветы Февралевой? Если девушка сама не говорит тебе свой адрес... Так, она вообще-то проходит к свидетелям по делу Борька. Я был у нее по старому адресу, она там больше не проживает. Телефон-то уже отключен. Сделаешь? Окей. В рабочее время. Да будь ты человеком, я завтра столько времени потеряю. А так я бы с утра сразу поехал и все. Сказал завтра. Имею право хотя бы на пару часов личного времени. Ну, Сень. Я нот свой на работе оставил. Все, Еремин, иди отсюда. Спокойной ночи. Спи крепко. Ты издеваешься? Добрый вечер, Дарья Валерьевна. Сень, привет. Прости, что отвлекаю, но у меня к тебе просьба, так сказать, личного характера. Даже так? Мне нужны видеозаписи со всех камер наружного наблюдения по делу Игнатова. А, поточнее? Мини-маркет у дома бизнесмена Пишненко. Только между нами, Сень. Ладно, поможешь? Хорошо, Дарья Валерьевна. Спасибо тебе, Сень. Игра Валерьевна. Привет. Привет. Ты куда? Личный состав не выживет бесположенной дозы углеводов. Да я домой, мама, ключи забыла. Я быстро буквально туда и обратно. Но ты помни, что мы сегодня стреляем. Да, в 19.30, как договаривались. Жду тебя здесь в 7. Хорошо. Не влезай, убьет. А Алиса? Домой побежала. Так что сегодня без сладкого. Это адрес Февралевой. Черепанова, 12. Спасибо. Сень, на работу в другую сторону. Да я утюг забыл выпечить. Ты же не хочешь, чтобы я наш общагу спалил. А говорю, что нового-то дома нет. Черт. Ну что я могу сказать? Значит, раны нанесены сверху вниз. Рост Игнатова 182 сантиметра. Если бы Пышненко примерно того же роста, то удары пришлись бы ровно в область шеи и ключиц. А они нанесены в область груди и солнечного сплетения. Значит, убийца ниже Игнатова. Точно. Если кому-то интересно, то Бойко перевели из Таршка в Ярославскую колонию. Получается, я просто так смотался. О! А я смотрю, ты снова делом занялась. Да. Мы, между прочим, выяснили, что, судя по ударам, убийца Пышненко ниже Игнатова. Да, на пять сантиметров. Но ты же понимаешь, что это ничего не доказывает. Пышненко наверняка сопротивлялся. А любое движение жертвы в такой ситуации ведет к погрешности. Ты же понимаешь. Игнатов выпил бутылку виски, сидя у дома Пышненко. Анализ крови показал. Три промилле. В таком состоянии просто нереально нанести девять ножевых. Тебе напомнить, сколько у нас убийств происходит под алкоголем в городке? Тихо, просто не хочешь признавать, что твой дружок Макаров не обратил внимания на столь очевидные несостыковочки? Нет, я не хочу, чтобы ты шла на поводу у этого убийцы, который льет тебе в уши всякую ересь и отвлекает от основного расследования, между прочим. Как раз наоборот. Игнатов решил оказать содействие. И с сегодняшнего дня будет помогать нашей группе в качестве психолога-консультанта. Представлять вас друг к другу, я думаю, не нужно. Конечно, конечно. Только вчера присутствовал при его задержании. Ну, как вам у нас ВВС? Коечка не жмет? Вполне сносно, даже было время выспаться и ознакомиться с материалами дела. Поделитесь. Сразу бросились в глаза очень необычные детали. Ой, знаете, мне тоже. Очень необычно убивать девушек и выставлять их обнаженные тела на всеобщее обозрение. То есть ничего особенного, кроме этого, вы не заметили? Очень странно для следователя, который ведет это дело несколько месяцев. Может, уже закончите свою удивительнейшую перебалку? Мне сказали, вы здесь? Здрасте. Вы тоже, да, знакомы? Андрей Иванович, с сегодняшнего дня профайлер по нашему делу, говори при нем. У нас есть подозреваемый. Так. У осужденного Андрея Бойко есть внебрачный сын Олег. Когда отца посадили, ему было 19 лет. То есть сейчас ему 22. От кого информация? От Февралевой? Так точно. Она работала с Бойко и была его любовницей. Февралева рассказала, что на совершеннолетие отец подарил сыну одну из его эскортниц. Как думаете, кто это была? Елена Говорова. Первая жертва. Она была проституткой. Я просто внимательно ознакомился с материалами дела. Продолжай, Паш. Так вот, после той ночи на нее страшно было смотреть. Вся в синяках, кровоподтеки по всему телу. Оказывается, младшего Бойко жутко заводит насилие. Адрес его. Есть. Тогда быстро к нему ищите все. Трофеи, маску, остатки конфет, чеки. Ну вот, товарищ майор, профайлер-то не понадобился. Вот только боюсь, Олег Бойко, это не ваш маньяк. Ни на одной из жертв не было ни следов ни избиения, ни сексуального насилия. Жестокость – это не его специфика. Ему важно унизить жертву, выставить на показ ее обнаженное тело. Значит, не считается жестокостью бить девушек по голове, а потом душить. Ах, ну да, по сравнению с девятью ножевыми цветочками, да? Игорь! Да не переживайте вы так, Игорь Павлович. Я же не пытаюсь занять ваше место. В этой комнате вы самый матерый профи. Идите, арестовывайте свою Бэку. Если у вас столько неуемной меры. Еремин, за мной. Ты с нами? Пожалуй, в этот раз я делегирую полномочия. Жду информацию. Игорь Павлович, а? Еремин, ты что, безбройник? Тут такое дело. А без меня сегодня никак? Чего? Понимаете, у меня сегодня свидание. Юрий, ты нормальный. Это вообще-то не школа. Виноват. Разрешите за бронежилетом? Стой. Иди сюда. Иди на свое свидание. Заслужил. Но это первый и последний раз. Понял? Давай. Поехали. Полиция. Олег Бойко здесь проживает? Да. Он дома? Конечно, дома. Куда же ему идти? У нас постановление на его арест и обыск квартиры. Какой арест? Да вы что уже? Ходить не можете? Я ему укол обезболивающего только сделала. Год назад позвоночник снимал. Неделю как из больницы выписали. Парализован ниже пояса. Прогноз не ясный. Вот. Карта из больницы. Заворачиваемся. Леш, ты Олесу не видел? Что, Ромео, пройдена ведь? Нормально. Скажи, где она? Как утром ушла, больше не вращалась. Да, я поняла, поняла, Игорь. Возвращайтесь. Вы все правильно сделали. В любом случае нужно было проверить этого быка. Мы уже несколько месяцев мечемся в холостую. Этот урод подбрасывает нам подсказки, а потом хохочет. Смотрит, как мы бежим не в ту сторону. Именно так он и поступает. Взять хотя бы трофеи, которые он оставляет себе. Каждый раз разная вещь. Локон, пуговица, пряжка от обуви. И что все это означает? Это означает, что они ему не важны. Маньяки, они обычно зациклены на одном фетисе. Им не все равно, что забирать с места преступления. Тогда почему он задуряет разные вещи? Потому что он в теме. Он знает, что если есть тело, значит, должен быть трофей. И он соблюдает это формально, специально для вас. Он знает, что вы будете искать смысл в каждой вещи. И тогда вы пойдете по ложному следу. То есть он забирает себе трофей, но при этом сам следов не оставляет. А вот это главная улика. Роликин очень хорошо знаком с системой. Он либо сидел, может быть, даже не один раз, либо находится по другую сторону закона. Вы хотите сказать, что он... Адвокат, полицейский, судья. Человек, который очень хорошо знаком с процедурой расследования. Молодой человек, а вот кому? Добрый день. Скажите, вы Алису Сергееву знаете? Она здесь живет? Да. Она вам зачем? Я ее мать. Я Паша Еремя. Она вам обо мне рассказывала? Паша? Я надеялась, что она с вами. Она должна была с утра ко мне ключи подвезти. И до сих пор ее нет. На телефон не отвечает. Спасибо. Господи. А что мне теперь делать? Я же говорил, ему не дали закончить Сазонову. Значит, он скоро похитит другую девушку, если уже не похитил. Для того, чтобы найти и выследить новую жертву, подходящую по типажу. Для этого же нужно время. А он не может позволить себе ждать. Значит, он будет искать жертву, которая была у него на виду, либо, возможно, к которой он давно присматривался. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Паша. Как пропала, ты уверен? Срочно пришли мне ее фото. Пропала буфетчица из нашей столовой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это не менее 50 человек, включая всех сотрудников вашей группы. Да? У нас нет времени каждого проверять. Орликин избавится от жертвы через три дня. Нам нужно действовать более точечно. Хорошо. С чего начать? Ну, во-первых, никому не говорите о моей версии. Это вызовет взаимное недоверие и снизит эффективность команды. Пока нужно просто наблюдать. Хорошо. А во-вторых? А во-вторых, мне нужно поговорить с вашей сестрой. Как вы узнали? Вы знали про маску. Соответственно, какая-то из Жер все-таки выжила и рассказала о его фетишах. В списке жертв Орликина, выживших, не числится. Видимо, первая жертва была давно, и ее почему-то не отнесли к нынешнему делу. Вопрос. Почему? Потому что у следователя была личная заинтересованность, которую она попыталась скрыть. Дочь? Нет, вы слишком молоды. Остается только сестры. Не переживайте так далее, Валерьевна. Я никому не скажу, что вы с полковником умолчали о маске. Где она сейчас? Здорово? Она в частной клинике психиатрической. Первое время после похищения чувствовала себя нормально, но потом начались галлюцинации и истерики. Спать плохо стал. Выпадение памяти есть? Частично. Это хорошо. Значит, психика справляется. Я могу очень аккуратно задать ассоциативные вопросы. Это поможет ей вспомнить, ну и приземлить весь масштаб ужаса. Это единственный способ действовать сейчас наверняка. Любая деталь, которая всплывет в ее памяти, поможет нам выйти на Орликина. Мне нужно с ней поговорить. Продолжение следует... Помогите! Я здесь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...